Я только что сказал первому каналу, они попросили, ну вот как настроение, я говорю, ну вот как настроение, первый день весны, 1 марта, да, весна, а настроение и атмосфера тяжелые, это не от нас, к сожалению, зависит, не мы, причина этого тяжелого атмосферного осадка, который спустился на Украину, Крым и Севастополь. Сегодня у нас как бы будет небольшое информационное сообщение о том, что произошло за сегодняшний день, но меня попросили представить наших ветеранов, ветеранов-севастопольцев, те, кто участвовал в... Севастопольцы, вот уже неделю мы живем в свободном российском городе. Совет ветеранов сухопутных войск на организационном митинге первым поддержал Чавова Алексея Михайловича к назначению на эту должность. И сегодня мы пришли своим президиумом, участники Великой Отечественной войны, и нам самое приятное заключается в том, что наша работа с молодежью по воспитанию и патриотизма в городе, она не пропала даром. Мы видим, что молодежь подхватила наши идеи, и спасибо вам за то, что активно занимаетесь защитой города. Поближе, поближе и представьтесь, назовите себя, громко говорите. Моя фамилия Шабанов Юрий Петрович. Мне около 90 лет. Я из тех немногих оставшихся в живых, которые освобождали Украину. В танковом подразделении 1-й гвардейской танковой армии я прошел в Украину с корской ноги. Нас принимали, когда мы шли по Украине, освобождали, воевали, радушно. Украинский народ отлично понимал даже русский язык. Более того, нас принимали даже в домах, понимаете. Нам желали счастливого пути и так далее. Дальше я вам скажу так, что жаловались на немецкий произвол, жаловались на то, что понимать фашисты. Во всяком случае, во всяком случае, мы воевали с фашистами. Мы уничтожали фашистами. А сейчас, сейчас, мне предлагают, мне предлагают идеологию фашистскую, и мне предлагают Украину в фашистском варианте. Этого не будет. Во всяком случае, пока еще 100 лет нам не исполнилось, мы будем здоровы. Всем привет. Дорогие севастопольцы, я сегодня второй раз за эту неделю или две недели, которые мы ведем борьбу уже, выступаю перед вами. Я участник Великой Отечественной войны, участвовал в боевых действиях на Курской дуге, участвовал в боевых действиях на Первом Белорусском фронте, освобождал Белоруссию. Так что, я знаю, что такое фашизм, и знаю, что такое фашисты, которые сейчас пришли к власти в городе Севастополь. Потому что я в те годы тоже встречался с ними, но мы их били, мы победили. Мы сейчас их будем бить, если они посмелят сюда, ринуться в наш славный город Севастополь. Мы вместе с вами, мы вместе с вами и будем воевать и выступать против фашизма, который поднял голову снова и хотят править нашим славным городом Севастополя. Этого не будет. Мы с вами, и мы вместе выйдем и будем воевать против этой нечисти. Слава нашему городу Севастополю! Слава! 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 Принадлежности! Мы, еще раз повторяю, мы, севастопольцы! Слава Севастополю! Я хочу предоставить слово ведущему. Вас приветствует Чан Алексей Михайлович! Слава! 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 Добрый вечер! Меньше чем неделю назад я стоял на этой сцене и говорил, что принял на себя соответствующие полномочия и сказал, что сделаю все от меня завистье, чтобы Севастополь никогда не отказался под бендеровской властью. Я думаю, что сейчас у нас гораздо больше уверенности в том, что этого действительно не случится. АПЛОДИСМЕНТЫ Я рад проинформировать, что практически все органы власти города сегодня имеют в этом плане единую точку зрения, а не только как бы некоторый вновь созданный орган под названием Координационный Совет. Это и администрация, и сегодня городской совет, и СБУ, я могу уже об этом говорить. АПЛОДИСМЕНТЫ И милиция, и подразделение БЕРКУ, которое первое перешло на нашу сторону. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому мы снова объединились, и этот самый Координационный Совет действительно может стать координационным, потому что появилось кого координировать. АПЛОДИСМЕНТЫ Единственный вопрос у меня остался к военно-морским силам Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень хотелось бы, чтобы хорошенько подумали еще раз. Они присягали, в конце концов, своему главнокомандующему, нет, не легитимному на сегодняшний момент с точки зрения закона президенту. Предлагаю подумать, с кем они. И хотелось бы их видеть тоже среди нас. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие севастопольцы! Только что закончилась неочередная сессия городского совета, которая была инициирована рядом депутатов, неравнодушных к тому, что происходит на Украине. Мы приняли четкое, понятное и внятное решение, что вся исполнительная власть в городе Севастополе переходит в руки Координационного Совета. Во главе с Чаумом Алексеем Михайловичем. За это решение проголосовали все 55 депутатов, которые присутствовали в зале. АПЛОДИСМЕНТЫ Более того, мы приняли решение в поддержку Верховного Совета Крыма, который принял решение о проведении референдума. И определились, что мы начинаем очень четко и срочно готовить свой референдум в городе Севастополе. Дорогие севастопольцы, сегодня как никогда мы должны быть едины, едины дружной командой, идти к победе. И нам есть за кем идти. Севастополь никогда не будет пристанищем для фашистов. Севастополь город-герой, город русской славы. Спасибо вам, севастопольцы! Уважаемые севастопольцы, да, сегодня у нас происходят судмоносные моменты. Я надеюсь, что действительно, как сказал ветеран, наш город будет свободным от бандеровской сволочи. Теперь я даже могу сказать, даже не надеюсь. Я уверен, что наш город будет свободен от бандеровской сволочи. Я хочу сказать, что сейчас по всей Украине, по всему Юго-Востоку происходят события. В Мелитополе, в Харькове, в Луганске, в Одессе подняты российские флаги над зданиями областных администраций. Наконец-то люди объединяются. Наконец-то люди выходят и говорят свою позицию. Хватит смотреть бандерлогам в глаза. Гнать в шею с юго-востока бандеровцев. Так ведь, друзья? Друзья! Я хочу сказать, что сегодня со стороны России предприняты судьбоносные шаги. Может быть, кто-то не знает, но Совет Национальной Безопасности России, Совет Федерации, принял решение о введении войск на территорию Крыма. Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить всех, каждого из вас, кто откликнулся душой и сердцем и за дня в день приходил и поднимал всю Украину с колен. Я так бы сказал. Потому что люди, смотря на Севастополь, скандировали Севастополь, Севастополь, выходили на улицы и поднимались. Мы стали образцом нашей сегодняшней победы. Да здравствует город, герой Севастополь! Да здравствует город русской славы! Ура! Что мы требуем, и я думаю, что наши требования и наши мысли о том, чтобы референдум перенести с 25 мая на самое ближайшее время, будут выполнены. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Поэтому, друзья, референдум будет не 25 мая, а гораздо раньше. Я хочу сказать, что это тоже серьезный и далекий шаг вперед. Ну и наконец, уважаемые товарищи, уважаемые друзья, то, что сейчас происходит на Украине, то, что сейчас происходит на Юго-Востоке, это действительно порыв, который ни в коем случае нельзя останавливать. И я хочу сказать еще раз, что Севастополь будет образцом и примером движения в этом направлении. И еще раз, товарищи, хочу сказать, чтобы все просконтировали ура нашему великому русскому городу Севастополю! Ура, друзья! Ура! Севастополь Ура! Продолжение следует...